Это Вести утро, Карачаево-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-11, в горах местами 0-5, днем плюс 17-22 тепла. В горах местами до плюс 14. В Черкесии ночью без существенных осадков. В днем кратковременная дождь, гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 тепла. В рамках межрегиональной акции «Равнение на победу» Государственная национальная библиотека Карачаева-Черкесии имени Халимат Байрамуковой провела патриотический час «Ты хочешь мира? Помни о войне». На мероприятие побывала Олеся Меликаева. Старт акции дала Ставропольская краевая библиотека имени Валентины Следневой. В год 80-летия битвы за Кавказ и 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проводится межрегиональная патриотическая акция «Равнение на победу». Демонстрация единения граждан, привлечение внимания к героям специальной военной операции, преемственность поколений. «В первую очередь мы учили стихи, ежегодно мы учим историю отряда своего, обучаем этому своих молодых товарищей. Ощущение к сегодняшнему мероприятию, но в первую очередь гордость. Гордость за наших предков и гордость за то, что нам выпала такая возможность». На мероприятии прочитали стихи, посвященные России, памяти о войне и бережному отношению к ветеранам. Вспомнили и о героических событиях января 1943 года, когда был освобожден город Черкесск от немецко-фашистских захватчиков. Гордо рассказывали о смелости и отваге, проявленных в боях, самоотверженности и доблести, несокрушимой стойкости солдат. Говорили и о работе Совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. «Проводятся мероприятия, посвященные освобождению, 80-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, ну и города Черкеска тоже. Город Черкесск был освобожден, ну, как бы считается 17 января 1943 года, вот как раз ровно 80 лет назад. А полностью Кавказ тоже как раз был освобожден в 1943 году». Рассказали о создании и познакомили участников мероприятия с деятельностью поискового отряда «Подвиг», основной целью которого является поиск без вести пропавших защитников Отечества и увековечение их памяти. За 40 лет были найдены всего 26 медальонов, из которых нашлись только 10 родственников. Также рассказали о создании книги памяти. И юные члены отряда прочитали стихи. «Солдатская ложка. И простая солдатская ложка с четкой надписью наискосок. Старшина – это ложка, не рота. Всех ребят ты узнал бы в лицо. Там в горах за свинцовым кольцом на шинелях лишало и стежки. Имена неизвестны, но как? С кем из них ты, солдатская ложка, у Моздока бросалась под танк? А потом на трогах Санчара с кем ты пала в бою за Кавказ? Старшина вспоминает ночами. Кто мне снится? Который из вас? Завершилось мероприятие исполнением хора студентов колледжа культуры и искусств имени Даурова в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и на полях сражений в Донецкой и Луганских народных республик. Олеся Меликаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести Салой Динаевой. Удачных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин